Всех приветствую. У нас продолжается разговор по курсу, который называется программирование на языке Python для начинающих, который меня попросили сделать на геологическом факультете Московского государственного университета. Надеюсь, что я никого не распугал в прошлый раз, хотя может и распугал, не знаю. Как вы могли заметить, по-моему, на сайте уже появился, на канале появилась смонтированная запись без всяких тупежей и шума. И у нас сегодня продолжение разговора про это ваше программирование на Python. Пока еще мы только подбираемся к этому понятию. Мы вот в прошлый раз поговорили про то, что такое программирование, а в этот раз, ну, в общем, продолжим на этот счет разговаривать. Давайте только вспомним, что было в прошлый раз, ибо он был неделю назад, вполне возможно, за эту неделю все выветрилось и так дальше. На самом деле я наговорил много всякого не вполне понятного и, возможно, по этой причине не очень интересного, а можно, возможно, наоборот, в зависимости от того, как у кого голова устроена. Вот. Но из того, что я говорил, на самом деле нам нужно было вывести всего три пункта. Сейчас я вот третий пункт покажу. Вот. Значит, что пока мы не очень понимаем, как устроены программы, но понимаем три вещи. Вещь первая. Питончик может работать в режиме интерпретатор командной строки. Вот так. Да? Мы что-то пишем, он нам что-то отвечает. Мы ему текст, он нам текст. Мы ему разумный текст, он нам разумный ответ. Мы ему неразумный текст, он нам неразумный. Ну, разумный ответ по поводу нашего неразумности. Интерпретатор командной строки работает совершенно безо всяких чудес мы ему что-то говорим он нам что-то отвечает в общем в зависимости от того чего как как вот эти вот строки понимают с интерпретатором они выполняются пункт номер два ну давайте мы познакомились в прошлый раз функции принт мы сегодня по ней поговорим пункт номер два когда мы пишем программу то есть мы можем сложить в файл некоторый последовательность так такого рода команд нашего интерпретатора сложим как обещали вот последовательность этих команд складывается файл и сохранить этот файл файл пока не несохране не назван никак сейчас он сохранил да да он существует хорошо сохранить этот файл под названием о . бы и исполнить его интерпретатором давайте я это сделаю из окошко вот отсюда до пальцем 3 о . вот и последовательность который мы записали файл будет исполнен тем же самым интерпретатором вот можно это сделать даже как бы встроенным образом вот если нажать на run и run модуль то тоже будет запущен этот самый файл о . вот то есть реально будет запущен питон который выполнит эти команды по очереди и значит вы техника вот кроме того мы с вами говорили что питон это интерпретатор поэтому если скажем первая команда хорошая вторая плохая то он выполнит первое на второй вырубается вот я помню мой любимый принит да вот он первую выпал а на второй вырубился да и твете собственно что мы должны были понять что для того чтобы программировать нам нужен специальный специальная программа дополнительная которая называется текстовый редактор вот эта программа фактически предоставляет нам возможность просто редактировать текст как какой-то ноут под вот обычный но как правило в ней программе для программистов в редакторе для программистов есть несколько всяких плюшек которые удобны именно для программирования 1 раскраска исходного текста в питончике или там в любом языке программирования запуск по кнопочке f5 вот вот у нас вот этот редактор при нажатии в 5 запускается питончик питончик исполняет наш сценарий результаты выводится вот в это окошко и так по кругу цикл редактирования отладки так называемое все остальное что мы говорим в прошлый раз она конечно интересная да конечно ровно сегодня про это и будем рассказывать дорогой барс мы вот собственно обратите внимание вот 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 именно объектов это есть те самые переменные тут барс спрашивает буду ли продолжать рассказывать про переменную ровно про них ему вот все повтор закончен обратите внимание на то я кажется не говорил в прошлый раз это поэтому скажу сейчас помните что что команда что функция print которая в питоне занимается печатью вот что просто вот какого-то объекта в командной строке немедленно приводит к тому что этот объект будет вывезен видите если функцию print не вызвать то есть не поставить круглые скобочки а просто сказать print потом говорит print эта функция ну спасибо капитан вот так вот единственное быть может единственная дам из очевидных различий между интерпретацией командной строки и интерпретацией сценарий куда эти команды сложно состоит в том что вот такие вот просто сгенерированные объекты в сценарии игнорируются они не выводятся на экран как в командной строке смотрите вот я запускаю он нам выпил ну print qr он нам выполнил 2 3 4 5 но при этом ничего не произошло потому что при интерпретации сценария зависшие объекты просто не никуда не деваются вот ну смысле да а принц этот он опять выполнил вот поэтому в сценарии мы так вот делать не будем вот так вот делать не будем в программах наших потому что это бессмысленно вот а так вот она работает пожалуйста давайте немножко сразу поговорим я несколько раз буду сегодня к этому обращаться про то как устроено время жизни объект в питончике вот потому что ну потому что это связано с той самой темой который тут вот барс меня просит когда мы пишем что-то типа 3 плюс 4 происходит на самом деле непростая вещь сначала происходит лексический синтактический анализ вот этой строчки то бишь интерпретатор пытается понять а чему надо интерпретировать разбивает ее на так называемый лексема то есть части которую он интерпретирует отдельно и понимает что надо создать объект 3 целочисленный создается частичный объект 3 затем создается человечек целочисленный объект 4 затем они складываются получается целочисленный объект 7 этот объект выводится затем все три объекта удаляются в действительности это не совсем так большой лекции по в питоне для программистов мы увидели что многие объекты существуют в многих в количестве нескольких штук поэтому не удаляются но давайте будем считать что так ну скажем так если было здесь три миллиона четыре миллиона и результат 7 минут вот точно таких объектов больше нет в питон машине поэтому они создадутся удаляться то есть смотрите порядка шести операций при этом возникло да а то и и и и и и 7 создание объекта 3 создание объекта 4 складывания их в создание объекта 7 вывод объекта 7 удаление объекта 3 объекта 4 объекта 7 потому что они никому не много вот кстати сказать в функции print можно использовать это я переключился на другую тему функции print можно вводить сразу несколько объектов ну например вот так вот ну смысле нет сначала 2 там вы вы ну не знаю что еще один два три четыре по умолчанию принятых выведет через пробел и переведет строчку вот довольно удобно если вы хотите сразу несколько результатов вашей работы вывести понятное дело что совершенно необязательно здесь писать какие-то константы вы всегда можете написать мне вы всегда можете написать любое выражение любое да вот скобочка забыл а умножить умножение пропустил вот обратите внимание что сначала вычислиться вот это выражение а потом уже результат 17 функция print выведет то есть функция print получит как обычно три константы до 17 вв и раз два три 4 5 вопрос от маркизио о появлении объектов происходит справа налево как в присваивании или как обычно слева направо по возможности появление объектов происходит слева направо за исключением ситуации когда разбирается формула когда разбирается формула то объект появляются в порядке их вычисления мы об этом сегодня будем говорить проверить вручную можно удалился ли объект можно но это нам совершенно не нужно потому что потому что ну потому что потому что удаление или удаляемый объект или продолжаем его хранить это дело в общем питона и его внутренности если мы допустим больше не используем данный объект и ссылки имена все его по удаляли вот то для нас он считается удаленная если там где-то такой объект все еще кому-то нужен ну да что вот да да товарищ сокращенец разумеется есть какая-то оптимизация очень много объектов в питоне есть заранее они никуда не удаляются но на в данном курсе мы про это говорить не будем чтобы не пудрить людям мозги да они там вот болтаются память постоянно все там объекты с от 0 254 кажется вот целое число но чтобы не пудрить мозги давайте в за некоторым исключением считать что объект создается и удаляется вот по факту его упоминание вашей программе значит функция print которая может быть вот так работать у нее еще есть всякие дополнительные параметры не знаю насколько это вам интересно но давайте я расскажу сеп равняется ну скажем две бибячки и тогда вместо пробела между все под слово сепаратор и тогда вместо пробела между вот этими выражениями между результатами их вычисления будут вставлены две бибячки вот ну кстати сказать да опять таки как вычислялось вот это большое выражение вместе с вызовом функции print сначала произошел лексический анализ раз мы разбили всю эту строчку на понимаемый питоном кусочки для ксемы потом произошел синтаксический анализ питон пытался выяснить что здесь происходит выяснилось что здесь происходит вызов функции с четырьмя параметрами вот этот параметр надо вычислить сначала поэтому сначала было произведено вычисление вот этого выражения потом ну там 1 4 1 плюс 4 3 3 умножить на 1 плюс 4 2 2 плюс 3 умножить на 1 плюс 4 потом больше нету выражения но это все константы вот потом передача вот такого параметра мы про это будем гораздо позже говорить вот пока считаете это волшебным словом потом вызов функции print и функции print наконец что-то такое нам на экрану поскольку мы немножко разогрели свой мозг я предлагаю самую сложную на сегодня тему начать прямо сейчас эта тема именование объект обратите внимание на то что мы пользовались уже именами объектов например мы пользовались именем функции print вот но это какая-то сложная штука что такое функции мы еще не знаем мы только знаем что она с круглыми скобочками если ее вы выполнить с круглыми скобочками то она вызовется и да а если вы если ее написать просто вот так она ведь из питон скажет что это функция такая и все любые объекты на самом деле мы в питоне можем поименовать например мы можем написать что-то типа а равно 17 что при этом происходит но опять-таки давайте рассуждать по питоне да эта строка подвергается лексическому анализу разбивается на понятные кусочки данных ущих ты кусочек слева имя посредине знак связывания вот справа ну равно и справа значит констант 17 заводится целочисленный объект 17 а дальше происходит называние этого объекта буквой а то есть вот после этого момента у нас объект 17 постоянно присутствует нашей в нашей питон машинки потому что у него есть имя а вот вот в лекции их для программистов я еще упоминаю функцию дир которая показывает все в данный момент присутствующие у нас объекты вот все объекты которые начинаются на два подчеркивания не внутри питания нам их в общем не интересно и вот он объект с именем а чего можно делать с поименованным объектом ну например его можно посмотреть он может участвовать в арифметических выражениях и вообще это он ведет себя как переменная в математике вот то есть мы назвали буквой а на самом деле число 17 теперь вместо значит а у нас можно везде можно вместо а везде используется вместо 17 везде использовать а вот вот пожалуйста вот моего вычисления выражения понятно сколько угодно а умножить на а в степени а а в степени а можно даже написать это будет 17 17 степени до плюс а для тех кто немножко знает другие языки программирования напомню вот то на чем мы закончили вчера что именование в питоне это не то же самое что присваивание в классических языках программирования хотя в подавляющем большинстве случаев мы не увидим различных в классических языках программирования переменные вот как тут он напоминает нам вас представляет собой такую коробку куда можно положить данные определенного типа типизированную коробку в котором будем там треугольное отверстие туда может положить только одно треугольное данное квадратное отверстие одно квадратное положил и взять соответственно вот в питоне все наоборот мы сначала создаем объекты а потом их как-то называем вот этот объект называется объект целочисленный 17 называется а поэтому когда мы пишем что-нибудь такое а равно 17 а потом что-нибудь такое а равно ну не знаю там раз два три четыре пять шесть то в действительности происходит следующее вот этой строчкой мы заводим целочисленный объект 17 и называем его именем а в этой строчке мы заводим вещественный объект вещественное число 1 2 3 5 5 6 и называем его именем а при этом про то что именем а раньше назывался целочисленный объект 17 мы просто тупо забываем ну переназвали теперь у нас а это раз два три четыре пять пять шесть никакой информации о том что когда-то именовала объект 17 нету и более того я вам скажу скорее всего если это объект 17 никому не нужен больше он еще и удалился после того как выяснил что больше не называется а чуть более сложное понятие которым мы пока что пользоваться не будем но вы должны это знать что у любого объекта в питоне пока что не будем этим пользоваться может быть сколько угодно имен мы можем написать а равняется б равняется c равняется 100 что при этом произойдет создастся один единственный объект 100 у которого будет три имени а б и цели опять же в лекциях по питону у для программистов я рассказываю что есть такой идентификатор объекта вот и этот идентификатор у а б и ц совпадает вот и это означает что на самом деле объект вот этот 100 один и тот же а у него три имени любая операция связывания с именем это всего лишь операция именования то есть мы можем написать теперь там не знаю е е е равняется уравняется б что и при этом произойдет количество имен у объекта 100 увеличится потому что к ним еще прибавится имя е е е вот теперь у него четыре штуки этих имени давайте проверим это а больше собственно ничего то есть мы в этой строчке буквально написано следующее сходить по имени бы к объекту и назвать его новым имя е е вот этих имен теперь четыре мы можем взять и удалить любой из этих имен командачкой дель ну допустим д дель а в этот момент количество имен у объекта уменьшается на единичку имени а больше нету б и ц и е е е и такие имена есть мы можем удалить любое имя объект будет продолжать существовать пока он как-то называется он пока называется цель покажу одну информационную команду которая возможно нам немножко покажет ну-ка дать попробуем вот а равняется б равняется c равняется сто пятьсот импорт гц гц где-то реферерс вот а вот если залезть глубоко в кишки питона не советую вам заморачиваться этим но просто я это раскопал далеко копать не пришлось то можно на самом деле узнать а какие именно у объекта 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 100 500 существуют вот они а б ц вот так тут у нас в чатике разговор про аналоги аналоги в си до последнее последнее замечание человек с ником сокращение как раз похоже на правду вот но как видите пытаться объяснить довольно естественную идею именования объектов через перекидывание ссылок все это немножко усложняет ситуацию поэтому давайте давайте остановимся на том что вот у нас есть объект 100 500 и у него есть три имени которые мы прям тут же выковырали давайте мы кстати попробуем удалить дел бы и посмотрим что там у нас а вот смотрите да мы удалили имя b и вот она пропала из из имен нашего объекта 100 500 вот такие вот штуки обратите внимание на следующее операции дель о которой мы говорили удаляет имя она не удаляет объект видите я удалил имя b объект 100 500 никуда не делся просто у него больше нету имени бы она теперь отсутствует удалять объект мы вообще не можем сами ну то есть только через какие-то в совершенно внутренней кишки как этого самого питона и это будет катастрофически синтаксически мы этого сделать не может здесь мы напишем что вот такое нам скажут извините я такое удалить не могу я удаляю имена из таблицы имена больше ничего не удаляю когда объект удаляется объект удаляется когда он больше никому не нужен то есть больше ничем не связанную нету больше имен вот и все вот для тех кто учил какой-нибудь язык программирования скажу так вообще говоря операция связывания равно она чертовски напоминает операцию присвоим и до тех пор пока вы работаете с константными объектами с числами со строками с кортежами напоминаю что в питоне числа строки кортежи это все константные объекты вы не можете изменить объект который в котором лежит число 100 500 вы можете написать вот вот так вот смотрите а равняется а умножить на 2 и получить в объект 201 30 но это вовсе не модификация самого объекта и это как мы уже с вами договорились совершенно другая операция операция в которой сказано взять сходить к объекту а который в данный момент является именем до объекта 100 500 создать целочисленный объект 2 перемножить их создать целочисленный объект 201 30 результат называть именем а а то что а когда-то назывался объект 100 500 все больше больше такой штуки нету теперь а если мы спросим какие объекты у нас теперь называют а у нас называют видите отца у нас называет 100 500 вот зато кстати следует что можно вот так сказать нет ну вот ужас какой уберяйте все в общем понятно ну дорогой хекс едет и хитр спрашивает а как он определяет что я хочу назвать именно объект 100 именем они наоборот объект а именем 100 ну у вас есть понятие левый право то что слева это имя то что справа это то что тот объект которым вы этим именем называете вот левый право обычно они путаются все-таки андрей спрашивает получается что объект живет до тех пор пока у него есть имя ровно так пока есть хотя бы одно имя объекта он существует как только на него у него больше нет имен он спокойно себе удаляется потому что он явно никому не нужен это про имена вот обратите внимание на две вещи вещь первая все объекты строго типизированы мы не можем с вами произвести операцию над одним объектом если эта операция над объектом одного типа если эта операция позволена только для объектов другого типа мы об этом будет будет говорить в конце то есть объект давайте я введу новую функцию type объект 100 500 целочисленный объект допустим 1 2 3 4 5 6 он значит вещественный объект вот в кавычках он вообще строковый и на самом деле совершенно 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 другого свойства видите для целого объекта нам вывелся класс нет для вещественного на волосы класс флот а для товарищ сокращенец ну не путайте у нас же здесь начинающий не путайте мозги вот значит а для понятно если операция про строки мы говорить пока не будем ладно чуть позже тогда проект поговорим ну в общем вот значит это первый раз когда я замечаю что в питоне строгая динамическая типизация типизация строгая никаких подковерных преобразований объектов одного типа в объекты другой тип не происходит есть таких прообразований явно не вызвано то вас всех обругают например вы не можете сложить строку с числом вот не умею складывать строку с числом более того вы не можете сложить строку в которой содержится что-то похожее на число с числом почему потому что никто за вас не будет волшебным образом преобразовать вот это в числом а потом складывать поэтому нет нет нельзя совершить операцию сложения между целыми и строками и вот значит но и и вот ну как видите вот тут у нас хекс едитор произвел эксперимент и выяснил что питон отличает право от лево вас ага спасибо за замечание тут вот еще хекс едитор замечает что нельзя численные названия надо давать объектам действительно в своей уверенности что все это знают я разумеется забыл сказать что имена объектов в питоне могут быть только определенного вида и эта последовательность символов букв цифр и символов подчеркивания который не начинается с цифры вот такой объект точнее вот так написать вот такой объект такое имя может существовать такое или как ни странно тоже может существовать вот или вот такое вот а вот такого имени существовать не может потому что эта последовательность обязана начинаться не с цифры только так можно называть объекты в питоне и это кстати не только в питоне в подавляющем большинстве языков программирования у парками в большинстве именно по этим законам устроены имена даже есть специальное название идентификатор вот синтаксически это называется идентификатор такая вот последовательность букв и цифр которая букв цифр и символов подчеркивания который не начинается с цифры кстати сказать на питоне можно русские буквы использовать вот в идентификатор давайте теперь немножко поговорим про математику значит дело в том что в домашнем задании которые появятся я надеюсь за выходные появятся к этой лекции имейте это в виду кстати что домашние задания появляются не сразу после лекции потому что они требуют обкатки я не всегда успеваю вовремя все их сделать эмодзи это интересно нет не все эмодзи можно использовать некоторые не считаются не считаются этими самыми буквами я думаю что только то что в вашем языке считается буквами эмодзи кажется не домашние задания появятся не сразу но они появятся я вам гарантирую это вот давайте мы немножко обратим внимание на то что я назвал словом функции мы с вами уже пользовались некоторыми функциями но мы мы пользовались как бы для такой информационного плана то есть либо это функции которые нам что-то рассказывают либо это принт функции на самом деле существует огромный класс функций который просто вычисляет нужные нам значения ну допустим ну не знаю там функция ну который берет модуль числа до abs вот минус не видно не бас амс а босс от минус троллевая вот ну кстати обратите внимание когда вы набираете abs нам добренький айдл подсказывает через функции делать вот что вот здесь я написал ну как обычно создать объект минус раз два три четыре передать его в качестве функции abs чтобы она что-то вычислила функция abs создает еще один объект конкретно объекта раз два три четыре он то нам и выводится то есть если мы напишем что-то что-то такого духа а таком духе abs вот чё дайте даже ну давайте так а равняется abs вот минус сто пятьсот то произойдет собственно то что мы и предполагали создаст объект минус сто пятьсот дальше мы его передадим вызовем функцию abs который обработает этот самый сто пятьсот эта функция abs изготовит результат своей работы вернет его и вот этот объект изготовленной функции abs будет связан с именем а и теперь а у нас будет сто пятьсот таких функций на самом деле довольно много всяких из них нам интересны пожалуй функции преобразования типов смотрите вы можете написать им вот один два три четыре пять что это такое это функция которая берет вот нечто и если может преобразует его в целое число in от слова интеджер целые вот в данном случае мы передали ему вещественное число а он нам из него изготовил целые функции не также может изготавливать целые числа из строк вот обратите внимание ну допустим у нас есть строка в которой мы положили нечто под названием раз два три четыре пять эта строка она себя ведет совершенно не так как число ну например с умножить на 2 у нас просто эта строка размножится как видите это строка просто последность букв точно так же как если мы в эту строку положим вообще что все что угодно она тоже будет себя так вести ну и там с плюс вес будет обратите внимание склеивать строки да но если мы если мы при этом скажем им подверг там вы давайте считай под с посмотрим чтобы быть окончательно уверен что это строка вот если мы скажем от вес то получится число давайте мы его куда-нибудь присвоим смысле назовем как нибудь типа там и и равняется in the test и то это будет число ну и соответственно а все операции над числом будут работать как число в общем вы меня вот значит помимо инт есть еще естественно флот который работает точно также он преобразует пытается преобразовывать то что мы выдали в вещественное число вот если мы нашей функции передадим какую-нибудь ерунду то он скажет а вот тут я не могу извините ребята вы тут хотите преобразовать какую-то штуку который не является целым числом во что-то ну в целое так я не умею вот справедливости разе есть еще функция стыр которая из чего угодно может сделать строку вообще из чего угодно вообще из чего угодно может сделать строк ну в частности из числа в обратную сторону преобразует у функции им есть дополнительно хорошее свойство она может преобразовывать не просто строку в число а допустим с указанием системы числения давайте мы давайте так умножим ее на 2 умножим ее на 2 не до плюс 33 вот это понятное дело десятичное там 10 100000 101 но мы можем взять и сказать а вот это вот запись она на самом деле в двоичном виде передать основании систем исчислений и выясниться что в двоичном виде это число 37 ну понятно почему 1 плюс 4 плюс плюс 32 ну да один плюс 4 плюс 237 да вот кто кто вспомнит системы исчисления свои значит курс там в школе да то вот видишь вот правда в питоне прямо скажем есть есть способ проще вот ну а также хекс это истеричное представление вот но зато инт может работать системное счисление аж до 36 по умолчанию он не умеет вот это трехсот шестидесяти ричная система исчисления извините время 36 личная система да проехали потому что это немножко мы как это занялись всякой такой фигней вот значит как видите функция когда она работает она просто возвращает такой же точно объект питона который мы умеем конструировать с помощью арифметических выражений констант просто по какой-то хитрый там внутренней формуле сейчас мы про это поговорим ее точно также результат работы функции можно связывать именем вот собственно для нас с вами принципиальная разница между тем что мы некоторый объект сконструировали с помощью арифметического выражения или с помощью функции или с помощью функции которые входят в арифметическое выражение потому что можно и так сделать да там abs от минус 2 умножить на 2 плюс там int вот бога ради да просто давайте относиться к результатам работы функции как таким объектом который они изготавливают понятное дело что все это можно быть не это все это можно разумеется связать назвать каким-нибудь именем результат вот вычисления этого выражения можно назвать каким-нибудь именем и вот это имя она принес тут люди спрашивают как а ввести серп и молот это абсолютно линуксовая штука в линуксе конкретно в графической подсистеме xorg есть такая штука compose key и вы можете определить последовательности вы нажимаете compose и дальше что-нибудь да композ меньше меньше это такая штука compose не знаю там ssr это вот серп и молот поэтому я в общем-то просто вспомнил про этот серп и молот выяснилось что он не является лукой композ двоеточие скобочка это как раз эмодзи но нет нет им эмодзи не является буквы поэтому он не может быть идентификатором это не имеет никакого отношения к теме нашей лекции поэтому извините вот а вообще такие вещи давайте в чатике спрашивать у нас есть специальный чатик вот тот который не основной клавиша такая берете на клавиатуре говорите вот эта клавиша будет выполнять роль композа дальше на нее жмете ну короче правда давайте не здесь вот а значит в питоне есть встроена математическая библиотека я кстати не помню говорил ли я для тех из вас кто любит математику что в питоне есть встроенные комплексные числа вот это они вот то что в российской нотации принято принято называть и индексом в мнимая часть комплексного числа вот в питоне обозначается с помощью буквы йод она же она же жи значит да так вот это к слову так вот в питоне есть довольно большая ну как большая небольшая но неплохая математическая библиотека она называется масс точнее модуль математический в котором на языке программирования си между прочим реализованы некоторые важные функции которым можно пользоваться при вычислении ну масса восточная есть все что указано в разделе модуль из где тут модуль из вот это вот все вот это приезжает вместе с питоном у вас точно стоит вот про остальное я сейчас рассказывать не буду возможно где-то в конце когда мы будем быть по инструментарий мы про это поговорим пока что мы работаем только с питом напоминаю что документация питона это то что мы читаем каждый раз и всегда я тоже наизусть не помню ничего в питоне ну вот тут вот есть слава богу как мы делал хелт вот значит как это можно сделать первый способ писать формат импорт синус ну давайте не так сначала давайте посмотрим что у нас с пространством имен ой много а давайте мы это закроем и откроем заново пойду шар вот значит ну вот ни одного лишнего имени да фронт маз импорт синус син синок не грех это синус вот значит во первых что у нас теперь показывает дир что у нас в значит пространстве имен то есть среди имен появилась появилась имя син что говорит попытка да да сходить к этой функции он говорит что эта функция функция это ну или метод говорит нам функции тайп ну неважно да значит функция чем мы знаем про функции что их можно вызвать например синус вот не знаю там сто пятьсот а кстати можно хилп почитать ну капитан очевидность в лице питонева хилп говорит что это синус сайн по-английски вот в радианах полезная информация не такой уж он капитан очевидность то есть синус сто пятьсот радиан равняется ноль сорок три и так дальше значит ага если это синус сто пятьсот радиан то наверное мы можем чё там пи до 314 вот видите он близок к нулю это одна тысячная уже 314 15 ой я вот на на этом самом на семинаре задавал этот вопрос а здесь я его сам задам и сам себе на него отвечу но вдруг пока я буду отвечать у кого-то ответ в голове возникнет самостоятельный вопрос вот какой окей значит вот синус 314 равен одной сотой синус 3 141 равен одной тысячной синус 1 341 равен пяти десятитысячным почему синус еще большего еще большего приближение к пи равен равен пяти как в том анекдоте в военное время значение синуса может достигать трех а в случае вражеской атаки даже четырех данном случае пяти правильный ответ состоит в том что это не 5 видите вот эту фигню в действительности это число 5 умноженное на на 10 в минус восьмой степени но 5 с копейками делом в том что вещественные числа в питоне могут быть записаны двумя способами либо с так называемом формате с фиксированной точкой либо в так называемом формате с и плавающей точкой когда вы еще пишите е и ну скажем на 10 в какой степени надо до множить давайте вот смотрите да тут у нас 23000 умноженное на 10 в минус 3 степени это будет просто 23 ну вот примерно так 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 что нет это вовсе не 9 а это вовсе не 5 это 9 деленное на 10 в пятой а это 5 деленное на 10 в восьмой такая вот такая вот штука синус обратите внимание на то что понятное дело что совершенно обычная функция у его можно умножить на там 3 на 5 можно можно 500 на 500 можно результат связать какой-нибудь переменной именем каким-нибудь ну в общем все то же самое тут люди а вместо того чтобы следить за изложением тестирует там у себя композ и жалуются что он них не работает ну его знать настроить сначала надо правда да значит ну хорошо если уж на то пошло c большое c c c c п все все четыре буквы большие но это так к слову вот значит то есть синус сам сам функция 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 мы можем поступить более глобалистки мы можем сказать дорогой питон вот у нас было вот так это наш x который мы только что создали а это наш синус дорогой питон все пожалуйста функции из а модуля масс мне сюда притащим и теперь у нас появляется ну какая-нибудь ну не знаю там логарифм до логарифму логарифм скажем десятичный да вот пятая степень да что там еще ну косинус конечно и так дальше и так дальше и так дальше много много разных функций ну не много немножко разных функций которые в основном нужны для собственно вычисления в частности помимо функции еще есть константы пик и константы и теперь даже пиво видите как работает понятное опять же дело что это не настоящая пи видите что синус от пи в общем-то должен был равен быть нулю но нет синус от того пи который мы тут получили вовсе не ноль а что-то на 10 минус 16 то есть достаточно близко к нулю на ему не равны и вот андрей спрашивает почему не импорт масс потому что так тоже можно более того в подавляющем большинстве случаев именно так и импортируются модули чтобы не зацарять наше пространство имен а то мало ли я определил переменную и а потом сказал формат импорт звездочка чему у нас равно и а кстати давайте мы это проверим а давайте мы это проверим открываем чистенький shell говорим я равно куклу куклу вот обгоним потом формат импорт звездочка а не сначала говорим и я куклу куклу потом говорим формат импорт звездочка опаньки поскольку нам из библиотеки маз приехали все имена то они взяли и перегрузили все то что у нас есть вот этими имен тот namespace который был если имена совпадали то значит тут спрашивают барс говорит я понял как импортировать библиотеку но не знаю какой раз импортировать нет я еще не рассказывал как импортировать библиотеку в данный момент мы про импортировали все имена из библиотеки масс в наше пространство имел обратно их раз импортировать нельзя потому что вот они их можно только по удалять но как было правильно сказано андреем можно сказать так импорт масс только не здесь а вот тоже с нуля давайте начнем вот импорт что при этом происходит пространство имен приехал единственное имя масс и все вот эти синусы косинусы пи и так дальше стали доступны под специальным способом наименования который называется инкапсуляция имен а именно мы можем написать что-то типа масс точка пи или а равно масс точка синус вот ну допустим там и делить пополам только пи пополам до масс точка пи делить пополам вот и вот о кстати почти почти 3 на 4 и вот вам объяснение почему с одной стороны вот только что мы видели объяснение почему надо в большинстве случаев модуль импортировать по имени а не импортировать оттуда имена все подряд потому что иначе вы можете может случиться то что называется name space clash когда у вас вы уже определили какие-то имена тарье а потом сказали из модуля маф импортировать все а там есть и и она ваши е перебила вот с другой стороны понятное дело что каждый раз писать все вот это инкапсулированную цепочку да даже я видите ошибаюсь но я часто ошибаюсь очень даже вот я например ошибаюсь я все время забываю что здесь надо писать масс точка так что общая рекомендация такая для всех библиотек кроме очень небольшого подложенства надо действительно делать вот так как было советами вот а вот для масс вы наверно скорее всего заходите функции использовать прямо по именам кстати а вот теперь вот теперь можно наверное даже почти что разымпортировать этот масс обратно берем и удаляем и мимо что при этом происходит у нас больше вот этот объект здоровенный который модуль не связан ни одним именем чисто теоретически он тоже удаляется вот вам раз импортирование практически я думаю что нет что он там сидит в кэше потому что мало ли кто еще захочется импортировать масс а он уже при импортировать просто недоступен вам но тем не менее факт остается фактом вы удалили имя масс на него больше не ссылается ни одно имя очень хорошо значит для вашего для вашего сценария который пишите он актуально отсутствует для тех у кого немножко хорошо с математикой напомню наши упражненьки с отсутствует с несуществующими вещественными числами помните эту историю да что вместо вещественных чисел у нас хранятся их модели причем модели конечные а вещественное число по определению штука бесконечный предел некой бесконечной последовательности вот и когда мы оперируем этими моделями может так случиться что неточность этого моделирования вылезет и мы ее прямо увидим поскольку тут сокращение спрашивает что-то про деструкторы поскольку мы деструктор еще не проходили я ничего про них говорить не буду чтобы не зашумлять пространство вещественные числа несуществующие до модели в библиотеке масса с недавних пор кажется спитон 3 8 есть специальный специальный метод специальная функция которая называется next after которая ага вот правильно тут мне подсказывает что можно написать вот так вот все так вот эта функция не кстати давайте не путь почитаем документацию скажем help help от масс . next after next after вот эта функция почему я про нее вспомнил она как раз иллюстрирует явно где у нас ну как бы иллюстрирует явно погрешность нашим мать манашу моделирование вещественного числа это следующее возможное вещественное число по отношению к нашему которая ближе ну в ту или в иную сторону ну допустим вот у нас есть единица и равняется 1 какое следующее следующее число максимально близко к f но больше не больше него вещественное разумеется в самих вещественных чисел такого не бывает да они и их континуум соответственно нет такого понятия как максимально близко к f вещественное число больше вот а в моделях которые используют все языки программирования да такая есть давайте попробуем масс на x after что там первый параметр и f в какую сторону в большую ну скажем я плюс один вот вот это число вот это число может быть представлено как вещественное в питоне а вот допустим один номер один не может потому что не хватает ячей памяти не в питоне а в компьютере вот не хватает размерность памяти и как бы она на самом деле окажется равным вот это тут хитрих 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 замечает что deal от масс это удалить библиотеку нет вы невнимательно слушали начало лекции дорогой хитрих с интер дл не может удалить объект нельзя удалить библиотеку можно удалить только имя дел мат удаляет имя масс вот и все будет там удалена библиотека или нет вы опять-таки слушали невнимательно мне кажется потому что я сказал что скорее всего нет она залибнет в кыше ну это так к слову вещественные числа не кстати давно и в другую сторону да значит вот сторону нуля да вот тоже вот здесь вот как видите она все девятки ну в общем а вот сейчас пойдет довольно унылая штука но она нужна для тех из вас кто не только собственно питон собирается изучать но вообще хочет въехать в это ваше программирование как таковое вот ну в общем совсем с нуля пока что мы в области программирования разобрались только с тем что а команды выполняются последовательно да еще некоторое время на этом будем топтаться ну потому что у нас курс для начинающих вот у меня возникает вопрос вот мы говорим с первой лекции говорили алгоритм это последовательность действия действия выполняются последовательно да сначала одно потом другое потом третье программа которую мы написали в ней есть команды эти команды выполняются последовательно все хорошо внимание вопрос когда мы пишем а равняется 2 умножить на умножить на 3 плюс 4 значит действительно ли арифметические действия выполнялись последовательно ну все скажут кто учился в школе конечно же не у нас есть понятие приоритета у нас есть понятие скобочек и на самом деле действия вычислялись отнюдь непоследовательно не в порядке их записи ну я подозреваю объект тоже создавались отнюдь непоследовательно да то есть сначала вычислялось сложение потом умножение то есть сначала создался объект 3 потом 4 потом они сложились получилось 7 потом создался объект 2 потом они умножились получилось 14 и потом это все называлось именем а одним из домашних заданий который пока еще не появилась но будет будет преобразование формулы в последовательность действий а атомарных вот это не потому что я вас как в арифметиках не уверен хотя мало ли что освежить никогда не мешает особенно если вы давно не делали от просто для того чтобы немножко по упражняться в питоме вот последовательность атомарных действий выглядит примерно так значит домашнее задание будет в том чтобы какую формулу типа а x квадрат плюс bx плюс c превратить в последовательность действий ввести а ну допустим а б ц равняется 345 вот он и дальше написать да там будет соответственно разложить это все на последовательность действий вот и соответственно что дальше сделать а дальше в каком-нибудь правильном порядке атомар на этих эти самые операции еще цена x еще до bx плюс c еще x какой зип то господи прости их я сказал ну стоп вот а b c и x ну а дальше поехали в любом из возможных правильных порядков вычислить результат этого выражения но таким образом чтобы в каждой строке было только по одной альфметической операции ну это как в обычном значит ну давайте начнем с x квадрат да там xx равняется x умножить на x ну или x в квадрате если вам это лучше да дальше а большое ну или там мул а равняется а умножить на xx вот ну 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 и равняется б б умножить на x так дадим равняется ну ну а плюс ну и и рез равняется соответственно 1 плюс c вот это одна из возможностей ну дайте и принтер вот это одна из возможных один из возможных вариантов алгоритмизации вот этой формулы вот понятное дело что за нас эту формулу сделает питон но тем не менее да значит ну давайте кстати проверим ну да 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 вот сокращение говорит асэмбер напоминает конечно мы же редуцировали то что за нас сделает питон до этого самого простого давайте проверим в действительности правильно мы посчитали или нет напишем print а x в квадрате плюс bx плюс c и проверим то же самое это ли не то же самое какая-то чушь давайте читать помните наш завет давайте читать диагностику почему эта формула питон ее не вычислил он говорит name x is not defined ну конечно думаю мы глядя на эту фигню что-то такое а x с точки зрения питона и это идентификатор такой имя переменной x только у нас нет переменной x потому что в самой формуле это было умножение сказал мысль так то есть здесь надо поставить умножение и здесь надо поставить умножение вот теперь наверное у нас все получится да вот теперь нас все получилось это же самая фигня со скобочками та же самая фигня с приоритетом операций да если у нас например в условии есть большая дробь поперечных горизонтальная да то все что внизу нужно включать в скобочки ну вот я там пропалюсь немножко сейчас вот да значит вот у нас будет задачка из какой какая-то из этих вот в качестве для реализации обратите внимание на то что вот когда у вас написано деленное на 2 а она делить на скобочку 2 надо на 2 в скобочках а они на уделить на 2 а потом умножать на вот вот за эти это было словами сказано да да что-то типа б квадрат минус 4 ac а нет минус b плюс минус корень из д зеленого 2 да ну неважно времени у нас а время еще есть да ну я думаю что учить вас арифметики не надо надо только напомнить о том что когда вы вот такую формулу записываете и вычисляете то выражение должно быть обязательно в скобочках вот а ну давайте вот простую какую-нибудь операцию да там допустим вот такой дробь вычислить да чтобы вычислить вот такую дробь нам нужно еще вот здесь вот написать всю эту фигню делить на а плюс b плюс вот и вот здесь вот у нас или даже умножить да вот тут вот соответственно если мы напишем так это будет правильное решение вот а если мы напишем так как написано вот там поделить надо быть это будет неправильное решение потому что она мы поделим а на бойцем и умножим видите разницу не забывайте проект при решении домашних заданий за домашних зданий пока нету они появятся я обещаю вот значит это что касаемо приоритизации когда мы превращаем формулу в последствии значит когда мы расставляем скобочки вот последняя тема на сегодня и дальше мы говорим про домашние задания последняя тема на сегодня это про ввод дело в том что пока что мы писали программы которые работают только с объектами а эти объекты заданы в самой программе я вот домашнее задание как я чуть позже расскажу будут устроены таким образом чтобы у вас что у вас обязательно на вход подаются какие-то данные дальше ваша программа их вводит обрабатывает и на выход она выдает тоже какие-то данные а роботы проверяют для того чтобы что-то вводить со стандартного ввода при работе программы используются функции input принципе она работает очень просто вы говорите input и сейчас происходит сейчас вызвать функции input которая будет создавать объект из того что вы сейчас введете вот я что-то ввожу она эта функция input создала объект строковая вернула его нам то есть если мы напишем что-то типа пирс равняется input дальше что-то видел топ с попадет строка которую мы введем все вроде бы совершенно очевидно и мне кажется на первый взгляд казалось бы да все хорошо значит и мы уже можем решать домашние задания тут есть одна засада какого типа у нас с с у нас строка то есть если мы вздумаем эту строку скажем умножать ну она поведет себя так как стройки да она умножится склеить сама сама окей а как сделать так чтобы это было не строка ну наверное ввести раза три четыре пять ввести число видите вот эти апострофы до чтобы мы не делали как бы мы не крутились функция input всегда возвращает исключительно строки так она устроена для простоты для того чтобы превратить нашу строку введенную в число воспользоваться функции преобразования типов которые мы с вами уже проходили intel и флот зависимости от условия задачи например мы можем сказать бы равняется и вот с и бы у нас будет как раз уже числом да то есть с это строка а б это число вот именно так и будет происходить весь ввод в домашних заданиях у вас вот здесь будет написано не так вот а input а input b ой сейчас секунду bc x при этом когда вы запускаете вашу программу она будет пять раз висеть заду ну человек какую чушь не несу а равно b равно c равно x равно вот флот вот нет этого еще мало давайте так давайте так напишем а равно флот вот y b равно флот от y c равно флот от y b c равно флот от y и соответственно x равно флот от y и соответственно x равно флот от y вот мне кажется что так будет работать ну-ка поехали 1 2 3 4.4 работает вот вопрос первый обратите внимание не в утверждение номер один обратите внимание обратите внимание на то что вот здесь вот y мы использовали 1 2 3 4 4 раза и ой да и никто нам это не помешал то есть у нас имя y было такое временное мы туда ввели объект преобразовали его во флот ввели снова снова преобразовали ввели превоза y нам вообще не нужен вот после этого мы можем успокоить смело удалять вот никакой разницы там заняты ими не заняты ими ну мы с вами уже видели что никакой разницы в этом нет то есть у меня например на семинаре люди говорили надо тут разные имена переменных делать потому что иначе питон будет ругаться нет он не будет ругаться единственное для чего это может быть надо чтобы запомнить о какие строки мы вводили вот для каждого ввода запомнить какие строки мы вводили если вдруг с ними потом что-то еще надо делать ну по условию ничего не надо а второе да это то что советует то что советует сокращение на самом деле понятное дело что у функции есть понятие суперпозиции давайте мы это давайте мы это ну то есть значит как вот это работает понятно вводим 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 вычисляем у функции есть понятие суперпозиции поскольку функция сама по себе это всего лишь вычисление некоторого значения ну там синус 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 от какого-то значения 7 ну и там x равно 8 синус от x то вот с этим результатом можно делать что угодно например передавать его другой функции ну не знаю там из искупив с qrt вот синус от учетом от x плюс 2 вот то есть в одном выражении совершенно свободно модус могут встречаться вызовы функций да и они будут вычисляться так сначала мы вычислим x но у нас есть ходим к x возьмем наш 7 потом вычислим синус потом прибавим к двойке а потом уже вычислим квадратный корень от квадратный корень ну кстати квадратный корень можно было еще и вот так написать да мы же знаем что квадратный корень всего лишь возведение в степень одну вторую в себе не 1 2 до предполагается что вот это работает быстрее чем вот это но в остальном как видите вот у функции есть понятие суперпозиции мы можем вызвать функцию от нее функцию поэтому в нашем скрипте конечно же как правильно говорит сокращенец никакой дополнительной переменной не нужно нужно написать вот здесь вот вот так давать вот это уже выглядит более прилично давайте проверим да это выглядит уже более прилично еще приличнее как советуется опять-таки сокращение в чатике было бы какой-нибудь сделать хитрый разбор но мы пока этот хитрый разбор делать не будем я в следующий раз расскажу что там с этим хитрым разбором какие там дидактические конструкции просто они ну таинственные синтаксические конструкции когда мы можем написать a,b,c,x равно и дальше все-все-все ввести сразу одной строкой они в общем пока что для нас из магических слов будут состоять поэтому сегодня мы их проходить не будем домашние задания у нас будут проверять как я уже обещал огромные человекоподобные роботы точнее говоря это не огромные человекоподобные роботы а системы для приведения олимпиад который называется и джордж ну мы конечно у нас будет не олимпиада и точнее у нас будет специальная олимпиада для нас правила сдачи заданий на которую довольно строгие вот и довольно довольно четкие вы регистрируйтесь вот инструкция по регистрации для тех из вас кто хочет получить какие-то оценки не забудьте выбрать не забудьте пройти регистрацию до конца и выбрать то что называется имя вот вот здесь вот значит вот вот как вот здесь еще лучше факультет если вы не с факультета не с геофака который у меня на практике занимается иначе мне будет трудно вас идентифицировать вот зайдя по значит регистрировавшись на соответствующем контесте на у нас по моему 165 вот вы сможете решать программы как устроен домашние задания все домашние задания устроен следующим образом вот тут вот их будет больше вот тут вот есть ссылка на задачу виджат вы туда входите у вас есть формировка задачи справа не так и кнопочка обзор который позволяет загрузить файл с решением давайте мы вас и формулировка задачи вот она в формировке задачи обязательно указано какой вот и какой вывод более того если вы сходите вот по этой ссылке формулировки задачи то вам покажется более полный текст задачи иногда в нем присутствуют подсказки в нем будут представить присутствует подсказки я сейчас одну даже напишу вот соответственно полная формировка задачи по ссылке номер посылки номер 2 где она тут полная формировка вот здесь сама задача вот здесь вы туда входите из после регистрации выбираете задачу и говорите вот что там хилова значит как сдавать решение вы берете программу пишите ну допустим хилова ртона называется которая должна вывести что тут написано вот это нужно вывести ничего не нужно вводить вот об этом об этом сказано в условии задачи вот не нужен видите вот проверять что программа работает назовем его хиловард хило вот она выводит хиловард вроде все хорошо дальше вы говорите обзор показываю выбираете вот ту программу то то имя файлов которые вы сохранили вашу программу вот она и говорите поехала он какое-то время жует ее вы говорите обновить и он будет неправильный ответ чай сделал не так как можно сделать ошибку в программе хиловард вы озадачено смотрите посмотреть протокол ну вот сейчас вот исходный текст эту программу загрузил эту программу загрузил вот хиловард смотрите посмотреть протокол в этом протоколе у вас показано сравнительный анализ того вывода который сделала ваша программа с тем выводом который ожидала системы и джач вы вывели хиловард эталон хиловард в чем разница давайте внимательно смотреть черт оказывается вы вывели с большой буквы надо было с маленькой так кто кого обманывает здесь написано с большой а в условии написано с маленькой значит окей значит по результатам протокола мы понимаем что здесь вот просто ошибка в условии вот здесь надо маленькую букву поставить поэтому мы берем нашу программу модифицируемые диана тут вот смотри куда говорим мне в чатике что надо поставить маленькую букву в условии скорее всего ошибка вот про это условие я знаю а вот в остальных случаях да вот проверяем что она работает хиловард с маленькой буквы отправляем второй вариант шмяк успех результат такие ошибка нету вот значит тут появится еще пара тройка заданий у нас будут примерно по три задачки каждой лекции может быть по 4 обратите внимание на то что я специально оставил некорректную формулировку на сайте и джадж не полагайтесь на формулировку на сайте и джадж я ее также специально оставил чтобы показать вам как происходят как устроить диалог как как посмотреть что в тесте не так вот за неожиданное не прохождение тестов баллы не снимаются то есть если вы не додумались что ваша программа может работать неправильно определенных извращенных данных а я додумался и этот тест не прошел за то что он не прошел с вас баллы не снимаются но решенный считается только задача у которой результат окей да можно тут спрашивают можно ли регистрироваться не студентом можно я вот например не студент но я зарегистрировался нет реально можно у нас открытая регистрация вот она скоро закроется кстати сказать буквально через там в течение нескольких дней я делал прикрою если вы считаете что в условии где-то ошибка сообщайте мне такое бывает я чек россии однако страшно не приветствуется и меня лично очень раздражает так называемая парковка на слух эта ситуация когда человек вообще дома не проверяет работу своей программы загружает ее она там допустим даже синтаксически неверно то есть она ее невозможно запустить но но тем не менее загрузил на и джадж чтобы а вдруг заработает вот так делать не надо ни в коем случае это эта вещь очень хорошо видны в протоколе ну потому что в протоколе вы запускаете ваш программу просто не запускается вот и за это я как раз буду очень очень ругаться вот напоминаю тем кто собирается получать оценки при регистрации указать ваши идентификационные данные вот ну собственно все да главное обратите внимание что я пока что сделал только одну задачу к сегодняшней лекции будет еще как минимум две а то и три о том когда они появятся я сообщу в чатике нашим основном telegram так что просьба туда заходить дедлайн по задачам шесть дней но если допустим я к моменту лекции задачи не до оформил то шесть дней с того момента когда я сказал что все все задачи готовы идите и делать то есть ну соответственно вот если один сделаю сегодня то 6 дней останется если сделать допустим завтра то соответственно будет плюс один вот дедлайн указан в страничке лекций вот здесь вот будет указан дедлайн срок сдачи кстати его надо сделать давайте сделаем срок сдачи здесь нету да а здесь есть и этот срок сдачи примерно вот такой пока что пока что у него какой-то 24 ну вообще-то вот она расписание очень простое тут все написано когда у нас стримы идут а вот здесь не написано когда надо написать что он все папа по пятница в 1430 окей спасибо барс да барс тут напоминаем намекает что на всех моих страничках написано когда лекция тут почему-то не написано по пятница в 1430 окей еще вопросы а то у меня уже следующий лекции на носу хорошо нет не надо извиняться просто мне кажется что некоторая самодисциплина то есть нет фильтр какие вопросы правильно какие неправильные должен быть вы кстати сказать а а а а задавали правильные вопросы в том смысле что я видел что вы например ну как это что я недостаточно много внимания уделил допустим освещение темы с удалением объектов до или сама тема такая это некая уровень абстракции не самый легкий и поэтому она не сразу заходит в голову так что вопросы по лекции задавайте обязательно они как это сказать оба образует обратную связь вот да конечно закидывайте все я наверное тогда раз уж тут пошли пошли прощания я тогда останавливаюсь потому что у меня сейчас следующая лекция и до встречи через неделю в 14 30 здесь же